В Якутии Меня нашли на улице. Я сам с больницы только что вышел. Видишь? Загрепсованный. Никуда не мог идти. Они вот подыскали, вот кормят. Сейчас подвезут куда надо. Теряха, как говорят. Все. Люди без определенного места жительства обладают всеми правами на медицинскую помощь. Государство обеспечивает охрану здоровья, то есть врачи не имеют права отказать в госпитализации бездомным, даже если он грязный и вшивый. Но проверить здоровье якутских бездомных возможно лишь в рамках вот таких акций, так как сами бездомные практически не обращаются за помощью в больницу. В рамках акции бомжей осмотрели терапевты, наркологи, психологи. Спеццентр выявил два гепатита В и четыре человека с гепатитом С. Афтезиатрия выявила больных туберкулезом. Нет, ну вот эти вот лица, да, короче, асоциальные, конечно, они к нам поступают очень часто. Их привозит скорая помощь в состоянии алкогольного обвинения. Их привозят нам, они у нас отсыпаются, но на утро они все в основном отказываются от лечения. Почему-то. То есть они не хотят. У них как бы среда обитания привычнее, чем лечить социального. Ну иногда бывает, да, ложатся, но они обычно ложатся дней на пять, не больше. То есть они в себя приходят, откапываются дома обратно, возвращаются к этой жизни. Ну сейчас, кстати, молодеет. Возраст есть и 20-летние, 25-летние люди их привозят тоже. Ну к нам, они в основном к нам поступают через ППС тоже. На свидетельственные их привозят очень часто. Одни и те же длится у нас постоянно на свидетельственные приезжают. Ну, про медвотрезвитель же говорят уже давно. Но медвотрезвитель его же отдали по линии МВД. Раньше он относился как бы к Минздраву, а сейчас Минздраву забрали по линии МВД идет. А финансирования нет. Конечно, он нужен. Их привозят. Вот он пьяный лежит на улице, например, куда его девать? Его начинают возить по всем больницам. Конечно, надо. Сейчас тем более зима, а сейчас начнут опять замораживать. И все больницы будут переполнены этим ломжами. Центр СПИД уделяет очень большое внимание профилактике социально значимых заболеваний. На сегодняшний день социально значимыми заболеваниями являются ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты. И вот в рамках сегодняшней акции «Путь к дому» Центр СПИД проводит экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, на вирусный гепатит В и на вирусный гепатит С у социально незащищенных граждан нашего города. Это все вот эти три вирусных заболевания. Первый ВИЧ-инфекция, он поражает иммунную систему, соответственно, такие больные подвержены уже другим социальным заболеваниям, как туберкулез, к примеру. И, скажем, многие наши ВИЧ-инфекции, они заканчивают свою жизнь в стенах НПО, в тезиатрии. То есть у них сочетаны инфекции, у них и ВИЧ-инфекция, и туберкулез. Заболеваемость за 9 месяцев 2018 года составила 74, за аналогичный период 2017 года за 9 месяцев составлял 77,5 на 100 тысяч населения. Ну, то есть идет снижение, но данная группа лиц, она выявляется в запущенной форме туберкулеза, именно распространенной туберкулезой, выделением микобактерий туберкулеза. И данная группа, она представляет, конечно, большую опасность в эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Ну, конечно, форма очень, ну, вот, именно люди, вот, именно вот эти вот, незащищенные социально, они представляют большую опасность, конечно. Не секрет, что многие из бездомных – это бывшие заключенные. Отбывая наказание в колониях, они утратили родственные связи и, не имея жилья, попросту остались на улице, добывая средства к существованию любыми способами. Из числа обратившихся, 58% – именно бывшие осужденные. Ну, вот эта акция у нас уже не первый раз проходит, пульдома. На сегодняшний день уже, вот, сами видели, наши осужденные, которые отбывали наказание, тоже обращаются. У нас есть много организаций, которые с нами сотрудничают. Это и Алмаз, Терех, Пенуэл, которые, вот, оказывают помощь при ресоциализации осужденных после освобождения. Ну, вот, осужденный, возможно, попал в жизненную ситуацию, в которой он уже как бы, ну, без документов оказался, да, то есть не может выехать к себе на родину. Вот, эта акция именно помогает тем осужденным, которые на сегодняшний день попали в такую ситуацию. Проведению акции предшествовала кропотливая работа. Акция «Путь к дому» стала возможной благодаря объединению усилий многих государственных ведомств. Кто-то предоставил шатры, кто-то стулья. МЧС – КАМАЗ, который транспортируется в целый дом, где разместили специалисты и велся прием бездомных. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия принимают активное участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому», организованной по полномоченному по правам человека в Республике Саха-Якутия. В данной акции сотрудники ведомства оказали помощь в организации пункта проведения акции с предоставлением подвижного пункта управления и палаткой для раздачи пищи. Проблема социальной реабилитации граждан с низким социальным статусом на сегодняшний день стоит достаточно остро. И руководство Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия поддерживает инициативу уполномоченного по правам человека. Полевую кухню предоставили противопожарная служба Республики Саха-Якутия по собственной инициативе. Мы принимаем участие в акции, это кормление людей, которые как бы как малоимущие или без определенного места жительства. Мы полностью обеспечили их питание первое, второе, третье. Естественно, организатор, наш начальник нашего учреждения, это Вензель Аяло Ануфьевич, помогал весь коллектив в сборе продуктов, в сборе денег, поэтому все дружненькие, даже без разговоров, без ничего, все мирно, тихо, все-все принесли, все мы приготовили, вот приехали кормить людей. Довольные, кто поел, все довольны у нас. Акция прошла уже во второй раз. Удивительно, но реального количества лиц без определенного места жительства в Якутске определить невозможно. Учесть всех сложно, ведь число их постоянно меняется. Мы в силу своих полномочий занимаемся этими людьми, но не таким вот образом, что мы им должны обеспечить питанием, одеждой и все остальное. Нет, конечно. Здесь чисто в профилактических целях мы проводим мероприятия. И вот проводя вот эту акцию, мы являемся, Министерство внутренних дел по республике Саха-Якутия является соорганизаторами. И на сегодняшний день уполномоченный по правам человека в республике Саха-Якутия, Сардана Михайловна Гурьева, пытается повернуть все организации, учреждения, ведомственные, в том числе общественные организации, благотворительные организации, чтобы они откликнулись, увидели, что эта проблема есть и надо помочь. Вот как помочь? Все-таки здесь надо нам, наверное, все равно в любом случае, как бы говорят, что это бюрократическая машина, там типа собираетесь, совещаетесь, никаких результатов нет. Я хочу сказать, что от этих, вот после первой акции все-таки есть результат. Мы где-то пытаемся найти форму проведения этой работы с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Я не хочу здесь сказать, что там они бомжи, бичи или что-то в этом. Просто это люди действительно попали в трудную жизненную ситуацию. Мы не знаем на сегодняшний день, какие у него проблемы, что он встал на этот путь, потому что в силу того, что я все-таки курирую психологическую службу МВД, я хочу сказать, что каждого человека надо подходить индивидуально, у каждого есть свои проблемы. И это не надо исключать ни в коем случае, потому что здесь надо все, ну, со всех сторон будем так говорить, все это просматривать. Есть и те, кто действительно оказался в сложной жизненной ситуации в силу определенных причин. И не обязательно виной тому пьянство, наркотики или другие общественные пороки. Руководству города пора всерьез заняться этой проблемой, ведь в первую очередь нужно позаботиться о здоровье и безопасности горожан. Мы акцию проводим для того, чтобы обратить внимание властей, и то, что сегодня город участвует, это уже хорошо. То есть мы уже часть задач акции добились, по сути дела. А по факту сейчас, если у нас есть инвалиды, ну хорошо, общественные центры сейчас возьмут людей, кто умеет, может работать, кто желает там избавиться от алкоголя. А есть у нас такие совсем инвалиды, к примеру, как с ними будем работать? Какие у вас будут предложения, посоветуйте. Если у тебя даже, ну, мы четко что-то, какие-то ответы дать, ну, над этим мы будем работать. Потому что я только приступила к этой ситуации, да? А у вас есть, вы считали, заброшенные здания, которые можно было приспособить под них, вот чтобы они на улице у нас же в основном, в тех этажах, сейчас живут? По-быстрому, хотя бы вот зиму этого не пережить так. Давайте как-то так продумаем. Я обязательно всю информацию доведу до и Сардана Владимировны, и до всех заместителей, и все будем совместно принимать определенные документы решения. Заброшенные здания, да, они есть. То есть вы, Наталья Романовна, готовы этот вопрос сейчас быстро решить, да? С учетом предстоящих холодов. Хорошо, мы тогда будем эту тему отслеживать, и постараемся тоже вам помочь, так ведь, чтобы с какими-то предложениями, решениями, у нас есть уже конкретное предложение, это вот использовать заброшенные здания. Они есть в муниципальной собственности, чтобы департамент имущественных земельных отношений посмотрел внимательно перечень тех заброшенных объектов, и можно было там вот, ну, какое-то горячее питание и так далее, там, двойка дней там можно было организовать. Хорошо, я поняла. Тем более у нас зимы-то суровые, я же говорю, вот в одном городе четыре человека за зиму умерли, муниципальные чиновники вышли и ночь провели на улице. А у нас их учета нету, сколько вот ежедневно, сколько людей погибает, никто не знает. Акция «Путь к дому» проводится в том числе, чтобы помочь тем, кто желает изменить свою жизнь. Бездомных на автобусе увозили на санобработку и флюорографическое обследование, их отмыли и одели по сезону. В Якутске есть с десяток некоммерческих общественных организаций, а государственный – лишь один терех. Здесь люди данной категории могут получить медицинскую помощь. В итоге бомжи стараются попасть именно сюда. В отличие от некоммерческих организаций, в терех им не приходится отрабатывать крышу над головой. А работать, как выяснилось, никто из обратившихся не желает. Мы выясняем, в данный настоящий момент находится ли человек, где-то есть место жительства, либо он без определенного места жительства. То есть, грубо говоря, живет на улице, либо в подъезде. Если у человека есть желание куда-то определиться, в восстановительный центр, либо в дом временного пребывания, мы ему даем направление в рамках акции, чтобы он не остался сегодня на улице, а получил срочную социальную помощь. Ну и там в последующем, конечно же, восстановление паспортов тем, кого нужно. Вот ребята с ребятами пообщались, у них нет документов, нужно помочь сделать паспорт. То есть, таким вот образом мы помогаем. Ну, я знаю, что у линии женщин уже двоих сегодня с утра забрали, да? Да, да. То есть, два человека, ну, их уже покормили, переодели. Два человека мы забрали. Ну, вот ребята сейчас, если надумают поехать к нам, мы тоже их заберем, конечно, с удовольствием. Поможем восстановить паспорт. То есть, вот одному из них нужно восстановить документы. Ну, таким образом. Среди бомжей много таких, кто оказался на обочине жизни не по своей воле. Человек без документов и прописки не имеет шансов найти работу и жилье. Акция подходит к завершению. К нам обратились более 70 граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию, ведут асоциальный образ жизни и которые желают вернуться домой. Из них пока предварительные итоги следующие. У нас в общественную организацию «Линия жизни» уже фактически устроены два гражданина. «Алмаз» общественная организация приняла троих граждан. Председатели общественных организаций сегодня лично присутствуют на акции. Также равные участия принимает Пенуэлл, который сейчас отрабатывает в Терехе прием тех граждан, которые желают устроиться в Пенуэлл на Миргинская-2. Кроме того, организована санобработка тех граждан, которые будут устраиваться в Терехе и которые потом из Тереха поедут в общественные центры. Таких у нас 20. Флюорографию прошли более 30. Из них выявлены 4 граждана, у которых есть определенные изменения. С ними будет проведена работа уже, один устроен баланс, и часть людей подойдут уже в понедельник. В Истерях уже будут их забирать для дальнейшего лечения. И на этой акции мы впервые организовали прием крови на наличие гепатита. И выявлены факты, их 4 болеют, что граждане болеют гепатитом B2, C2. И им рекомендовано уже дообследоваться по месту пребывания, поскольку мы говорим о том, что часть людей будет в Терехе, часть общественных центров. Задача их дальше уже сдать кровь из вены и практически уже принимать меры по их лечению. И мы будем дальше этот вопрос контролировать. Также терапевт приняла более 30 граждан. На месте двум гражданам, которые страдают трофической язвой, оказана помощь по медицинской обработке. Многие из них болеют гипертонией, пелонефритом, выявлены случаи заболевания бронхитом. И тоже первичная помощь им оказана. Конечно же мы видим, что на сегодня граждане, которые к нам обратились, из них часть находилась в состоянии алкогольного обвинения. И прошли у нас через нарколога 29 граждан, и 9 из них направлены по направлению врача в наркологию. Надо отметить о том, что если гражданин желает лечиться, это происходит со стороны государства на бесплатной основе. Те, кто желает лечиться анонимно, конечно же для них эта услуга является платной. Надо подчеркнуть о том, что у нас серьезным образом отработала служба учета граждан. Учета граждан, был организован отдельный автобус, пас, в теплых условиях граждане заходили и имели возможность пообщаться с нашими коллегами. И мы видим о том, что из обратившихся процентов 60 имеют судимость. Часть из них находится под подпиской о невыезде, часть из них уже ранее, как я уже сказала, судима. И по трудоустройству на работу со стороны мэрии города Якутска взяли на учет четверых граждан, которые желают работать. Надо сказать о том, что часть людей, к сожалению, а мы сегодня, эта акция носит добровольный характер. Те, кто желает на самом деле реально, чтобы у них в жизни произошли изменения, им оказана помощь, а к сожалению, часть людей они потом уже дальше пошли заупотреблять спиртными напитками. И такие случаи у нас, к сожалению, имеют место быть. Поэтому сегодня остро ставится вопрос открытия медицинского вытрезвителя на территории города Якутска. Опыт других субъектов показывает, что это вопрос решаем. И на самом деле, конечно, они являются муниципальными учреждениями. Акция «Путь к дому» показала, нужна системная государственная программа по социальной работе с данной категорией лиц. Необходим законопроект о регулировании вопросов и решении проблем бездомных. И первым положением должно быть создание реабилитационного центра принудительного содержания для людей, нарушивших законодательство. Будь то законодательство Российской Федерации, Якутии или города Якутска.